Итак, мои дорогие, если в прошлый раз я вам показывала журнал Советского Союза 46-го года, то сейчас перед вами журнал французский. Смотрите, 37-й год. Я даже не знаю, как это по-русски сказать его название. И сегодня мы полистаем странички вот этого журнала. Посмотрите, 37-й год, перед войной, Франция. Смотрите, какую красоту она нам предлагает. Ну вот уже, пожалуйста, тоже моя любимая тема. Блузка какая-то, лацканочки сделаны из одной ткани одного цвета. Однотонный другого цвета идет костюм. Подкладочка, видно, что сделано из такой же ткани, как сделана блузка. Ну разве сегодня мы не можем с вами применить вот такую идею? Посмотрите, как это красиво, как это достойно, как это элегантно во всех отношениях. Давайте полистаем. Вот такая вот деталь, посмотрите, какая интересная, да? Вот так вот кокеточка какая-то отлетная, кругленькая. И она еще переходит вот таким вот интересным, вот таким вот интересным кокелье сюда, да? Рукавчик с головкой, что сегодня тоже очень актуально. Сегодня опять широкие плечи, опять расклешенные могут быть рукава. Ну и, конечно, снова все в талию, снова все в талию. Манишка, про которую я говорила вам в прошлый раз. Рукав называется окорок, широкий внутри и такой узкий-узкий внизу. Кокетка вот такая интересная. Давайте просто полистаем, не спеша, странички вот этого журнала. Я хочу, чтобы вы полюбовались на них, так же, как любовалась и я. Задержаться немножко вот на этих картинках, чтобы вы могли разглядеть какие-то детали. Ну, конечно, видите, как всегда, все худенькие, 37-й год в моде. Хороший плечевой пояс, расширенный плечевой пояс. Рукава и везде каждый костюм дополняется шляпкой. Когда мы к этому придем? Мне тоже хочется, чтобы мы снова научились с вами носить шляпки. Как же все-таки это красиво. Так, что здесь? Что здесь мы можем посмотреть? Посмотрите сюда. Посмотрите вот на такие вот детали, какая интересная тоже у нас. Я даже не знаю, как это назвать. Рельеф какой-то, да? Проходит сюда. Вот. Просто посмотрите и полюбуйтесь на эту красоту. Платьице в клеточку. Опять вот такие широкие рукава. Обращаю внимание ваше на то, что и вы обращаете внимание. Если мы широкие делаем плечевой пояс широкими рукавами, то все остальное делается узенькое. Не делается широко и вверху, и внизу. Это, ну, можно сказать, наверное, моветон, да? То есть, если на каком-то месте, на фигурке мы с вами себя расширили, то на другом месте нам надо обязательно себя сделать поуже. Посмотрите, вот это ли не идея для сегодняшнего дня. Когда у нас ушли в прошлое наши норковые шубы, да, всевозможные. Все-таки это какой-то вчерашний день, да, хотя мы живем в такой стране, что холода у нас все-таки неизбежны. Мы можем шить себе зимнее пальто и украшать это зимнее пальто каким-то мехом, каким-то интересным мехом. Ну, кто-то норочкой его украсит, кто-то искусственным мехом вот так вот украсит. Почему, собственно говоря, нет? Почему нам ходить только в одних пуховиках? Хотя пуховики, иначе, сегодня, конечно, рулят. Посмотрите, какая идея. Не обязательно зимних пальто. Это пальто будут, может быть, какие-то и осенние такие пальто на промозглую погоду. Но выполненные из хорошего драпа, настоящего драпа, который будет... Мы будем в них дышать. Вот вы представляете, какая разница большая? Идешь ты в метро в пальто, когда тебе за определенный возраст и проблемы соответствующие навалились, или ты идешь в метро вот в этом пуховике. В пуховике обливаешься внутри потом. Когда я надеваю обыкновенное пальто, которое я себе сшила, то я иду как человек и чувствую себя в нем прекрасно. Давайте шить пальто. Давайте шить пальто. А вы полюбуйтесь вот на эти вот картинки. Я не буду вам сейчас показывать все-все-все на свете. Мы сделаем остановочку. Я лучше растяну это удовольствие. И маленькими порциями буду показывать вам это все дальше. А пока до новых встреч. Всего доброго. Всегда ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok